Документ Документ – одно из старейших изобретений человечества. Он, как язык, не просто система знаков, а своеобразный инструмент организации жизни государства, общества и человека. Посвятив один из выпусков «Доброго вечера» именно документам и приняв не один десяток вопросов в прямом эфире по телефону и в Вайбер, мы поняли, что эта тема очень актуальная. Добрый вечер, Гомель. Мы будем вам признательны, если сегодня в прямом эфире прозвучат ваши вопросы о трудовых книжках, о свидетельствах, а также о документах, которые связаны с регистрацией недвижимого имущества. Именно эти документы, согласно опросу, вызвали интерес наших зрителей. Тема передачи «Предъявите ваши документы». Уважаемые телезрители, мы работаем в прямом эфире 34 22 43 номер нашего телефона. Вы можете отправлять ваше сообщение в Вайбер. Номер вы видите на экранах. Время документы есть не только у людей, они есть у животных, у автомобилей, у зданий, бытовой техники. Но если вещь может служить человеку и без документов, то человек без документов считается вне закона. Почему? Спросим у наших гостей. Уважаемые телезрители, я рада вам представить. Екатерину Филипцову, главного правового инспектора труда Гомельского областного объединения профсоюзов. Добрый вечер, Екатерина. Добрый вечер. Ольгу Цыкунову, начальника отдела ЗАГС Гомельского райисполкома. Ольга, приветствую вас. Добрый вечер. И Виктора Страхановича, начальника службы по оказанию риэлторских услуг и оценки Гомельского городского филиала Гомельского агентства по государственной регистрации и земельному кадастру. Добрый вечер. Такой вопрос общий. Вот за последние десятилетия Беларусь очень продвинулась вперед в создании всевозможных баз данных. У нас сейчас повальная компьютеризация. Скажите, не означает ли это, что скоро многие документы канут в лету и будут считаться пережитком прошлого? Многие, немногие, но все-таки часть документов канет. Это вы о своих, Виктор Костякович? Это я, чисто да, о том, что связано с государственной регистрацией. Так. Значит, это основано на том, что с 2002 года в соответствии с законом государственной регистрации в нашем агентстве, и это была государственная программа, создавался единый государственный регистр недвижимого имущества. Он сформирован, дополняется новыми данными. Также оформлены все бумажные носители архива, архивные документы в электронный архив переведены. Значит, также создан и дополняется реестр технических характеристик недвижимого имущества. Это тоже большая бумага, вот можете его сзади меня на плакате, на технический паспорт. Да, 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 на стенде. Да. И, естественно, создан реестр топографических карт, которые тоже переводятся на электронные носители. Вот, для улучшения и облегчения работы с заказчиками создана система контроля движения нарядов и заказов, где абсолютно не требуется бумага, только роспись человека в приеме заказа. То есть это происходит и по скорости, и по удобству. Но вот все-таки вот эта магия бумажного документа, она присутствует, согласитесь. Каждый человек, имея на руках бумагу, он чувствует себя увереннее. Это так, да. Это так. Ольга, а вы разделяете мнение Виктора Казимировича? Вы знаете... Сможем ли мы отказаться от свидетельств? Я соглашусь с вами, что магия какая-то существует, потому что, может быть, технического характера документы как-то быстрее уйдут в электронный документ, наоборот. Но документы свидетельства о рождении, тот документ, без которого я, например, себе пока не представляю существование. То есть вы предполагаете, что если и уйдут эти документы, то не так скоро? Он даже если уйдет, он все равно придет в другую форму. Какую-то выписку с реестра, с регистра. На сегодняшний день у нас работает регистр населения, куда вносятся все сведения персональные данные граждан. Поэтому даже если они уйдут сами, вот, свидетельства, бланк, то все равно будет выдаваться какая-то выписка. Мы не уйдем от того, кто родитель, национальность. Как нам от этого уйти? Я поняла. Катерина, почему информация о трудовом стаже, которая надежно хранится в Фонде социальной защиты населения, не может заменить трудовую книжку? Ну, во-первых, потому что она хранится всего лишь с 2003 года. То есть периоды работы до 2003 года подтверждаются у нас исключительно трудовой книжкой, которая является основным документом о трудовой деятельности гражданина. Так. Плюс ко всему в трудовой книжке, помимо приема на работу и периода работы, есть отдельное сведение, которое не содержится в информации Фонда. Такие как, например, сведения об особом характере работы, сведения о повышении квалификации, сведения, например, о назначении пенсии за выслугу лет. То есть, имея трудовую книжку на руках, наниматель может за считанные секунды проследить всю трудовую деятельность человека, не обращаясь к никакой базе данных. То есть это гораздо удобнее. И вы считаете, что трудовые книжки в ближайшем будущем останутся? Я считаю, что да. Хотя наша соседка Россия с 1 января 2018 года вводит электронные трудовые книжки. Не для всех поголовных граждан, однако постепенно планируется перевод. Но думаю, что нам пока это не грозит. Вот что интересно, мне вспомнилось. Вчера статистики Беларуси отмечали свой профессиональный праздник. Если я не ошибаюсь, вчера, да. И вот мне приходилось бывать в отделе демографической статистики, если кроме того, что они все это в электронном виде ведут, у них обязательно есть книги, в которых вручную все записывается, рисуются графики. Они сказали, это обязательно. А что, если вдруг с электронной базой что-то? А здесь вот у нас все есть. Поэтому, ну да, наверное, все-таки это не просто магия, а наличие, ну это же история, да, вдохнуть пыль этих страниц прекрасно. Второй вопрос у меня к вам, Катерина. Молодое поколение, которое, ну скажем так, начинает свою трудовую деятельность, наверное, очень удивится, если узнает, что у жителей села, например, такой документ, как трудовая книжка, появился относительно недавно, всего каких-то 40 лет тому назад. А давно ли появились трудовые книжки у жителей городов, ну, территории современной Беларуси? На территории современной независимой Беларуси первый образец единой трудовой книжки появился в 1993 году. Так. Далее образец менялся в 1995... 1993. В 1993, так. В 1993, затем в 1995 был изменен образец, и в 2014 году. Вот синенькая книжечка, это образец... Синенькая книжечка, это образец 1995 года. Так, это самая первая, да? Это современная Беларусь? Нет, это второе издание, это второй образец. На трудовой книжке образца 1993 года вот здесь был герб погоня. Поняла. Это образец 1995 года с нынешним гербом. А вот эта зелененькая такая, симпатичная, у меня такая же. Это зелененькая трудовая книжка. Это образец у нас будет 1973 года. 1973 года. Да. И, наконец, вот такая серая, тоже Советский Союз. Это будет самый, скажем так, образец ранний. Это образец 1938 года. И такие у вас есть в архиве? Есть. В настоящее время в Республике Беларусь в ходу трудовой книжки всех образцов. 1938 года, 1973 года, 1993 года, 1995 и 2014 года. Очень интересно, очень здорово. Ольга, вам вопрос. Как скоро после рождения человека появляется у него первый документ? Первый документ – это наше свидетельство о рождении. Это правда. Поэтому свидетельство о рождении можно получить родителям, родившимся у ребенка, как только им выдали на руки медицинскую справку с родильного дома. Можно уже обращаться в ЗАГС и регистрировать рождение. Вот для чего ходят в ЗАГС, народ точно знает. ЗАГС почему-то, ну, ассоциация – это заключение брака, да? А вот что означает вот эта аббревиатура ЗАГС? Известно далеко не всем. Пожалуйста. Записи актов гражданского состояния. Знаете, что это не контора, это, ну, отдел записи актов гражданского состояния. Большое спасибо, Виктор Казимирович. Документ, свидетельство о рождении, как мы выяснили, человек родился, он сразу может получить документ. Ну, не он сам, а его родители. А вот в каком возрасте у гражданина может появиться свидетельство о регистрации имущества? Несовершеннолетний ребенок имеет право получить свидетельство о госрегистрации на недвижимое имущество с момента рождения. Ничего себе! Именно с момента рождения. То есть возникает право при обстоятельствах следующих. Это, значит, приватизация. Когда один из родителей свои квоты отдает этому ребенку, третий вопрос, это, конечно, дарение недвижимое имущество. То есть малышу такому можно уже подарить? То есть при оформлении договора купли-продажи указывается владельцем именно ребенок. И он тоже с момента рождения приобретает это право. Поэтому здесь срок распоряжаться, ребенок полноценно имеет право уже с 18 лет. То есть до 14 лет он именно только с опекуном, с 14 до 18 лет по письменному разрешению имеет право подписывать все документы, которые касаются недвижимого имущества. Это очень интересная информация, я не знал абсолютно. А вот продавать или покупать недвижимое имущество на территории Беларуси? Может, наверное, не только гражданин Беларуси? Не только. У нас законодательством в Республике Беларусь предусмотрены нерезиденты Республики Беларусь имеют право приобретать или отчуждать. Для приобретения необходима перевод паспорта данного гражданина нерезидента, нотариально заверенный переводчик. А для того, чтобы продать, необходима регистрация в налоговых органах, для того, чтобы он встал на налоговый учет. Большое спасибо. Уважаемые телезрители, ваши вопросы, которые касаются трудовых книжек, свидетельств или документов, связанных с регистрацией недвижимого имущества, задавайте, пожалуйста, в прямом эфире. Обратите внимание, у нас изменился номер телефона 34 22 43. Также вы можете отправлять ваши вопросы в Вайбер. Номер вы видите на экранах. Впервые прообраз трудовой книжки появился в средневековой Европе. Оказывается, феодалы наделяли своих крепостных специальной бумагой, в которой приводили данные об их труде. А вот какие записи в трудовой книжке вносятся сегодня, я спрошу у Екатерины Филипцовой. Екатерина, какие события из профессиональной жизни работника, кроме увольнения и принятия на работу, присутствуют в записях в трудовой книжке? Ну, начнем по порядку. Первое, что вносится в нашу трудовую книжку на титульный лист, это сведения работники. Это фамилия, имя, отчество. Это образование, дата рождения, специальность. И в настоящее время в трудовой книжке образца 2014 года это подпись лица, ответственных за выдачу трудовой книжки. Далее, если гражданин где-то учился на дневной форме обучения, получал образование, проходил службу в вооруженных силах Республики Беларусь, пограничных войсках, в следственном комитете, данное сведение записывается перед сведениями о поступлении на работу. Далее, нанимателям, тем, кто завел трудовую книжку, вносится сведение о своем наименовании и вносится первая запись, прием на работу. В процессе трудовой деятельности у работника возможно переименование профессии, возможен перевод на другую работу. Данные сведения также заносятся в трудовую книжку с указанием нормативных документов нанимателя, приказов распоряжений, на основании которых произведена запись. И награды, наверное, какие-то? Награды, награждения, сведения о награждениях вносятся в специальный раздел трудовой книжки, причем вносится определенный перечень наград. Запись об окончании трудовой деятельности у нанимателя – это запись об увольнении работника. Вносится она в четком соответствии с положениями Трудового кодекса и иного законодательства и заверяется печатью нанимателя. К сожалению, бывают такие случаи, что наниматели неверно вносят записи об увольнении работника. Например, к нам обращалась за помощью гражданка, которой наниматель по увольнению выдал трудовую книжку с записью «Уволена по соглашению сторон», ссылка на Трудовой кодекс верная, и совершена была дописочка до окончания срока действия контракта. И вот эти слова до окончания срока действия контракта по итогу помешали женщине устроиться на три потенциальных рабочих места, потому как у нанимателей потенциальных возникал вопрос, а почему же до окончания срока действия контракта была уволена. И мы помогли составить заявление на имя бывшего нанимателя о признании этой записи недействительной и внесении изменений. А вот, кстати, кто контролирует все записи, кто должен контролировать, которые вносятся в трудовую книжку? – Безусловно, вся ответственность за это лежит на нанимателе в лице того должностного лица, которого назначили ответственным за учет, ведение, хранение и выдачу трудовых книжек. Потому как, поступая на работу, мы вручаем нашу трудовую книжку нанимателю для ее ведения и участия. – В надежде, что все будет четко. – Абсолютно верно. Причем наниматель должен выдать работнику расписку в произвольной форме о том, что принял трудовую книжку, заверить печатью и указать свои реквизиты. В дальнейшем работник не контролирует внесение записи. – Хорошо. А мог бы контролировать? Есть вот такое право у работника подойти и попросить, посмотреть? – Попросить может, но наниматель не обязан предоставить. – То есть может пойти по просьбе и показать, а может и отказать, да? – Может и отказать. – В ранее действующей инструкции о порядке ведения трудовых книжек было такое положение, что со всеми записями, вносимыми в трудовую книжку, работника ознакомливали в личной карточке Т2. Сейчас введение такой карточки не обязательно, поэтому где-то они еще остались. Но сам институт ознакомления с записью в трудовой книжке как таковое… – Прекратил существование. – А начинание было хорошее. Ну может быть работу больше кадровикам? – В силу того, что сейчас компьютеризировано достаточно все, есть кадровые программы. На крупных предприятиях кадровый учет ведется в электронном виде. То есть достаточно в программу ввести табельный номер работника и нажать кнопку «Энтер» и высвечивается абсолютно вся трудовая история данного работника на предприятии. – Спасибо большое. Вы знаете, я хочу озвучить вопрос, который пришел в Вайбер. Ну скажите, если кто сможет ответить на него. Диана пишет. Свекровь хочет оформить дарственную на дом на старшего сына. Имеет ли младший права на дом? Ну мы не нотариусы можем ли ответить, Виктор Казимирович, нет? – Прописаны в доме свекровь и оба ее сына. – И она оформляет дарственную на младшего? – Свекровь хочет оформить дарственную на дом на старшего сына. Имеет ли младший права на дом? – Он будет иметь права на дом и оспаривать в судебном порядке. – То есть имеет право. – Даже если дарственная? – Тут зависит от рода обстоятельств. – А, все-таки есть нюансы. Ну вот этот нюанс прописан в доме свекровь и оба ее сына. – Да, они все имеют право. – То есть они все имеют право. Но еще какие-то нюансы есть, да, так я понимаю? – Ну у нас же никто не может остаться, согласно Конституции Республики Беларусь, без жилья. – Так. – То есть если гражданин проживает, имеет право пользования данным жилым помещением, то не может он остаться по итогу просто на улице. – Понятно, спасибо большое. – Поэтому и существует этот институт различных. – Очень здорово. – Так, что допускается при записях в трудовой книжке, а что нет? Я имею в виду ошибки, цвет чернил и так далее. – Все записи в трудовую книжку должны производиться аккуратно, ручкой роллера, гелевой ручкой, перьевой ручкой, чернилами черного, синего, фиолетового цвета. Иными цветами не допускается. То есть красной ручкой заполнять трудовую книжку нельзя. Не допускается сокращение, кроме наименования нанимателя. Ну, то есть не обязательно расшифровать открытое акционерное общество, достаточно аббревиатуры. Профессии должны указываться в четком соответствии с общегосударственным классификатором. К сожалению, как показала практика, многие наниматели делают ошибки в указании профессий, что влечет для работника зачастую неблагоприятные последствия. Например, встречались мне какие профессии? Шашлычник, причем пятого разряда. Разряда, уборщица, работница. Потом далее не дописывают наименование профессии. Например, электросварщик и точка. Хотя есть электросварщик на ручной сварке, на полуавтоматах. Ну, то есть разряд еще... Хотя тоже разряд, если есть, должны указывать. Потому что в зависимости от сложности работ, работа относится к определенным, допустим, по сварщикам, классу опасности. То есть водитель служебного автомобиля такого-то, Volkswagen, Jet, допустим. То есть нанимателями допускается немного вольное толкование профессий. Не машинист-бульдозер, а бульдозерист. Ну, как? Новотворы, это по-белорусску, а по-русски, ну, вновь созданные слова, да? Получается, да. А вот, кстати, исправление какие-нибудь маркером там зачеркивают, нет? Значит, зачеркивание допускается только на титульном листе при исправлении, изменении фамилии, собственного имени, отчества, даты рождения. В таком случае горизонтальные аккуратные линии зачеркиваются. Допустим, в случае вступления женщины в брак, девичья фамилия зачеркивается аккуратно, сверху пишется новая фамилия, и на обложке, получается, с левой стороны делается заверительная запись. На основании такого-то документа. Да, ставится подпись у полномоченного лица и обязательно печать. Спасибо. Катерина, есть у нас телефонный звонок, уж не знаю, кому из гостей. Давайте слушать. Добрый вечер, мы приветствуем вас. Добрый вечер. Вас беспокоят с Брагинского района. Очень приятно. Галина, да. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. У меня сын с семьей, жена и трое мальчиков, старшему 10 лет и младшему 3 недели. Проживает в ведомственной квартире. Но у меня после смерти мужа я переоформляла квартиру, и как бы у его есть одна четвертая, ну так на детей делилась квартира и одна четвертая доля. Но имеет ли право и он стать на улучшение жилищных условий, то есть на расширение или на получение квартиры больше в данный момент в комнате? Спасибо, Антонина. Может ли кто-то ответить на этот вопрос? У нас просто прямых специалистов по вашему вопросу сегодня в программе нет. Виктор Казимирович, я смотрю на вас. Здесь нужно обратиться в районный исполнительный комитет, в отдел учета жилья, и там на все вопросы ответят досконально и подробно. Потому что мы, простите, Антонина, но мы не знаем некоторых подробностей, а нюансов Виктор Казимирович говорит очень много. Здесь нужно разбираться, поэтому самый правильный вариант это районный исполнительный комитет, определенный отдел. Спасибо большое. Катерина, еще один вопрос. Вот иногда у человека возникает необходимость взять трудовую книжку на руки. Возможно ли это сделать и на какой срок? Да, возможно, но на достаточно непродолжительный срок, всего на 5 дней. Для этого работник подает нанимателю письменное заявление с просьбой выдать ему на руки трудовую книжку. И судя по всему, с указанием причины? Напрямую в законодательстве это не предусмотрено, но наниматель может попросить указать, для чего же нужна трудовая книжка. Наниматель отказать в выдаче трудовой книжки по такому заявлению не имеет права. Трудовая книжка будет выдана, но у работника попросят написать расписку о том, что он получил трудовую книжку, серия номер, какого числа и когда обязуется вернуть. Большое спасибо. Уважаемые телезрители, ваши вопросы о трудовых книжках, о свидетельствах, документах, а также документах, связанных с регистрацией недвижимого имущества, задавайте, пожалуйста, в прямом эфире номер телефона, вы помните, 34 22 43. Предъявите ваши документы. Именно так звучит тема сегодняшнего доброго вечера. Уважаемые телезрители, 34 22 43 номер нашего телефона. И я хочу обратиться к гостям сегодняшней студии. Есть у нас телефонный звонок, давайте слушать телезрителя. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела спросить вот такой вопрос. Я проработала почти 30 лет до яркой в колхозе. Так. Теперь уже ОАО Неновского, Калинковского района. Когда я обратилась к ним, чтобы отправили меня на пенсию, на льгот, ну, по льготной пенсии, они сказали, что архива нет и вам не хватает стажу. Но они сказали, типа, архив спалили, и его вообще нету, и куда я не обращаюсь, я уже и в район обращалась. И уже куда мы только не писали, но все равно, я не знаю, где мы можем найти эти годы, чтобы, ну, кто еще... Кто может в этой ситуации помочь и как поступают обычно в такой ситуации? Скажите, как вас зовут? Как вас зовут? Надежда Горевна. Надежда. Очень... Побудьте пока на проводе. Кто-нибудь из гостей? Виктор Казимирович, Ольга, Катерина, пожалуйста, да. Вся ответственность за хранение документов о трудовой деятельности работника лежит на нанимателе. Документы имеют свой срок хранения. Если организация ликвидируется, она должна передать все свои документы в архив по личному составу. В данном случае нашему... Надежде? Надежде. Надежде стоит обратиться в областной архив по личному составу. Но так как, как я поняла, речь идет о специальном стаже, тут, возможно, нужно какие-то уточняющие документы, не просто подтверждающие стаж, а документы, подтверждающие, допустим, полную занятость в течение рабочего дня. Надежде следует обратиться для оформления пенсии льготной за уточняющей справкой, которую обязан выдать наниматель. То есть подтвердить те условия, с которыми законодательство связывает наступление льготной пенсии. К сожалению, если такую справку наниматель не даст, если данные ни в областном архиве, ни в районном не сохранились, то больше документов истребовать, к сожалению, будет неоткуда. И доказать нельзя будет? Нет. То есть в трудовой книжке у нас зачастую недостаточно сведений для установления конкретно, чем же занимался работник. О том периоде времени, которым он был занят с вредными, опасными условиями труда. Что конкретно делал работник, что ему поручалось. Получал ли он доплату, был ли у него дополнительный отпуск, то есть расчетные листки. Поэтому, к сожалению, такие обращения имеют место в областном объединении профсоюзов. В данном случае Надежда, если, скажем так, документы... У Надежды есть Надежда. У Надежды есть Надежда. И она должна быть настойчива, конечно. Но по итогу, в самом, скажем так, неблагоприятном случае, Надежда имеет право обратиться с исковым заявлением к нанимателю о возмещении морального вреда, причиненного ей несохранностью документов. Вот такой вариант. Спасибо, Екатерина. Уважаемые телезрители, пожалуйста, звоните 34 22 43. Так уж у нас повелось, что каждый порядочный гражданин, кроме паспорта, трудовой книжки, он обязательно имеет набор свидетельств о рождении, о браке, иногда о расторжении, иногда несколько. Вот обо всех нюансах оформления названных документов спросим у Ольги Цикуновой, начальника отдела ЗАГС Гомельского райисполкома. Ольга, как долго сегодня оформляются документы в ЗАГСах? Ну, на каждый выдаваемый документ отделом ЗАГСа есть свой определенный срок выдачи. Ну, наше излюбленное свидетельство о рождении, опять же, к нему вернемся. Регистрация рождения у нас производится в течение двух дней со дня обращения гражданина. Повторные свидетельства также о рождении, о заключении брака, что часто люди обращаются к нам в отдел ЗАГСа, предусмотрен срок выдачи семь дней. Ну, сроков много, все перечислять. Я поняла, этого достаточно. Вы скажите, кто-то торопится, а кто-то не спешит получать свидетельство, так как долго вы храните те свидетельства, которые выписаны? Если выписано повторное свидетельство, и гражданин за ним не пришел, оно хранится в архиве в течение года, а потом оно подлежит списанию, аннулируется, уничтожение. Есть еще такой вопрос. Есть ли новшества в самой процедуре выдачи свидетельств какие-то? Что-то поменялось? Ну, новшества только в бланке свидетельства произошли у нас, вносятся сейчас при регистрации рождения. Ребенку присваивается идентификационный номер при базе, при внесении в базу регистр населения запрашивается номер, и вносится в свидетельство. Также вношенство есть в свидетельстве о смерти. Также вносится идентификационный номер умершего, и не указывается сейчас в бланке причина смерти умершего. Указывается только код смерти. Ну, это как в больничных, да, код заболевания. Да, да, с врачей, но переносится причина смерти, в свидетельстве о смерти мы сейчас уже не увидим. Хорошо, Ольга, вот мы с Катериной говорили, на что должен обратить, на что лучше, если обратит внимание сам работник в своей трудовой книжке, так вот, на что должен обратить внимание гражданин, получающий свидетельства о браке, о расторжении браки, о рождении, чтобы, ну, быть уверенным, что все точно. Ну, конечно же, на все персональные сведения. Это фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения. Ну, я не могу сказать, что сильно что-то важное. Надо обращать внимание все, полностью прочитывать все свидетельства. И если есть какие-то моменты, сразу же в отделе ЗАГС обращаться к специалисту на разъяснение и уже выяснять, если есть какие-то ошибки. А если обнаруживается ошибка? Ну, если обнаруживается ошибка, нужно выяснить причину этой ошибки, потому что последствия ошибки бывают разные. Нужно понимать, что при выдаче свидетельства, на основании чего выдается свидетельство? Свидетельство выдается на основании записи акта гражданского состояния. А уже сведения в актовую запись гражданского состояния вносятся с паспортов, с документов, удостоверяющих личность. Поэтому граждане в первую очередь должны внимательно ознакомливаться со своим документом, удостоверяющим личность. Если же дальше, в последующем он планирует обращаться в ЗАГС за регистрацией рождения ребенка, при вступлении в брак. Человек не может это предусмотреть. Конечно, он должен планировать обращение в ЗАГС по каким-то причинам. Поэтому мы, да, специалисты в отделе ЗАГСа, я настраиваюсь на то, что когда граждане приходят, в первую очередь мы внимательно изучаем документы, удостоверяющие личность. Прежде чем составлять актовую запись, потому что из-за этого ошибка может пойти дальше и дальше. Уважаемые телезрители, вы присылаете в Вайбер самые различные вопросы. Мы обязательно их зачитаем. Здесь есть вопрос Виктора Куземировича явно, но я немножко оттяну и чуть позже его зачитаю. Сначала с Ольгой. Такой вопрос, он пришел к нам в группе ВКонтакте. На момент регистрации брака в паспорте моего мужа была неправильно указана дата рождения. «Данную ошибку мы заметили уже после регистрации брака и поменяли паспорт. В свидетельстве о браке ошибка осталась. Где исправить ошибку? Какие для этого нужны документы? А может быть оставить все как есть?» – написала этот вопрос Светлана. Вот как раз-таки та ситуация, о которой я сейчас говорю. В преступлении и в брак граждане в ЗАГС предоставляют свои паспорта. А на сегодняшний день мы вплотную работаем с регистром населения. И как составляется актовая запись? По идентификационным номерам нашим всем, которые запрашиваются, сведения с базы. И все эти сведения приходят. Если у него в паспорте была уже допущена ошибка в дате рождения, она же приходит и к нам. И она же заполняется в актовую запись, и мы не можем проверить, как что-то. Мы обязаны вносить сведения в актовую запись на основании документа удостоверяющего личность. Поэтому если мы уже эту ошибку обнаруживаем при подаче заявления, потому что граждане зачастую нам приносят свои свидетельства о рождении, и мы видим это расхождение, конечно же, мы указываем это гражданам, но мы не можем их заставить, мы можем им порекомендовать привести свои документы в соответствие. А тут уже граждане сами должны делать свой выбор. Спасибо. Уважаемые телезрители, ваши вопросы о документах задавайте в прямом эфире. Номер телефона студии 342243. Также вы можете отправлять ваши сообщения, вопросы, вайбер, номер вы видите на экранах. Документы, ваши вопросы о документах задавайте в комментариях. На экранах нужно обратить особое внимание. И можно ли в этой процедуре ограничиться собственными силами и не прибегать к знаниям, умениям и навыкам определенных специалистов. Об этом мы поговорим с начальником службы по оказанию риэлторских услуг и оценки Гомельского городского филиала, агентства по государственной регистрации земельному кадастру, Виктором Казимировичем Страхановичем. Я еще раз напомню, что в беседе продолжают участвовать Екатерина Филипцова, главный правовой инспектор труда Гомельского областного объединения профсоюзов, и, конечно, Ольга Цыкунова, начальник отдела ЗАГС Гомельского райисполкома. Виктор Казимирович, такой вопрос. Вот представим, что я покупатель, желающий приобрести квартиру. Конечно, я выберу ту, которая подходит мне по моей сумме денег, которая мне понравилась и которая, ну, скажем так, хозяева которой имеют документы в полном комплекте. Так вот, ответьте, что должен сделать продавец? И какие документы должен подготовить, чтобы его предложение для меня, покупателя, было и выглядело юридически готовым? Прежде всего, нужно отметить, что в вопросах с делом с недвижимостью простых вопросов не бывает. Ситуации разные. В вашем случае я бы, конечно, порекомендовал обратиться к нам, к Государственному службу недвижимости, и мы бы детально и досконально разобрали все вопросы и документы. Той квартиры, которую я держу на примете. Да, да. Вы знаете ее адрес, вы созвонились с владельцем, вы обговорили ряд вопросов, вы были там. Но вы не знаете, какие документы подтверждают то, что находится в собственности, и какие технические характеристики этого недвижимого имущества совпадают ли они вообще. Поэтому первое... Позвольте, Виктор Казимирович, ну, смотрите, сейчас интернет. Я открываю интернет, спрашиваю, что нужно изучить, чтобы купить квартиру? Я вам отвечаю. Значит, устанавливающие документы на квартиру, договор купли-продажи. Это один. Так, я могу подойти к доске, я здесь кое-что уже записала, кстати, пользуясь интернетом, да? Договор купли-продажи. Да. Договор приватизации. Точно. Следующее, говорите. Свидетельство о праве на наследство. Завещание, так. И завещание. И дальше, на основании этих устанавливающих право документа, их нужно зарегистрировать. А зарегистрировать нужно у нас. И получить по заявлению свидетельство о государственной регистрации. Это я следующее пишу, да? Да. Можно писать даже другим цветом. То, что касается БТИ, да? Да. Ну, не БТИ, а агентство госрегистрации. Да, да, да. Свидетельство. О государственной регистрации. О госрегистрации, так. Этим свидетельством определяется, кто владелец, с какого времени он владеет и чем владеет. И второй документ, это технический паспорт на этот объект недвижимости. Он необходим для того, чтобы все технические документы, которые существуют, метры, этажность, нет ли там перепланировки. Мы могли проверить, выйдя на место. Конечно, потому что все перепланировки, которые были совершены при старом владельце и не учтены, переходят на нового. А это большая проблема. А этого достаточно? Всего пять документов? Следующие, которые необходимы, мы назовем их справочно-информационными. Я, наверное, вот так. Их несколько, да? Да, их много. Я помечу шестое. Справочно-информационные документы. Да. А вы рассказываете, что это за документы? Значит, справка... Вы покупатель, а он продавец. Значит, справка из налоговой инспекции об постановке на учет. Ну, вдруг это не резидент Республики Беларусь. Правда? Так, это тоже важно. Да, мы же ведь должны знать. Дальше. Справка о составе семьи из расчетно-справочного центра. Она выдается в день обращения бесплатно, где мы видим, сколько граждан имеют право и прописано на данной площади. Дальше, значит, мы должны запросить в отделе приватизации справку о конкретных владельцах и квотах каждого, кто там прописан, кто участвовал в этом. Кто на что имеет право, да? Точно, да. Потому что здесь очень важно. Следующие документы, это, допустим, справка о задолженности за квартиру. Это, кстати, тоже важно, да? Потому что, получается, во время сделки мы узнаем нюанс, который могли решить до этого. А для этого и нужен специалист для работы. Вот, в принципе, такой перечень. Ну, он может различным быть от различных обстоятельств, в зависимости от того, как сложится. Но самое главное, это вот это. Хорошо. А скажите, вот есть же обязательные какие-то документы? Обязательные. Вот это и есть в перечении всех обязательных документов? Вот самые основные документы, это вот будем считать, это вот пять этих, которые определены. Хорошо. А вот какие документы нужно дополнительно изучить человеку, который собирается купить квартиру, чтобы уже, ну, исключить все возможные нюансы, неблагоприятные сделки? Кроме этого, есть еще что-то? Можно обойтись этими, но в таком случае вы будете приятно уделены долгами за эту квартиру, неприятностями с перепланировкой. Это тоже может перейти автоматически. Удостоверение сделки, регистрация права на нового владельца происходит, и только ты, приобретатель, несешь после этого груз ответственности за все за это. Хорошо. И еще скажите, вот почему информация о дееспособности продавца так важна? Вот именно на это обращать всегда внимание. Почему так? И о возрасте, кстати. И о возрасте тоже, да. Значит, сделки с недвижимым имуществом имеют право осуществлять дееспособные граждане, которые достигли 18-летнего возраста. Но несовершеннолетние дети до 14 лет, от их имени имеют право совершать сделки с недвижимым имуществом законопредставителей, опекуны. От 14 до 18 лет уже сам ребенок, будем так его называть, он может сам поставить свою подпись, но с письменного согласия своего попечителя. Дееспособный, недееспособный человек или ограниченно дееспособный, но здесь уже есть, да, недееспособные какие-то психические заболевания, отклонения, да. Поэтому его интересы учитывает обязательно тот же самый, значит, опекун. И в случае с недвижимым имуществом здесь еще необходимо решение специальной комиссии про районных исполкомов, которая называется там комиссия органов опеки и попечительства. То есть они конкретно отслеживают, и необходимо от них предоставление справки о том, что семья без... Без претензий, да. Да, да, и не ущемляются права в его площади, которая в новом доме будет. То есть те условия, в которых он жил здесь, при покупке следующего, он должен там быть обязательно и в хороших условиях. Виктор Казимирович. Ограничено, да, ограничено, значит, деспособно. Это вот есть специалисты, которые злоупотребляют алкоголем, психотропами. Как вы их специалистами назвали, да. Да, ну, потому что это уже, ну, диагноз, да. И здесь уже от их имени выступает обязательно попечитель, который также с разрешения тоже комиссии по опеке и попечительству все вопросы по недвижимости старается решить и в пользу этого человека. Да, чтобы не купить квартиру... Да, да. Как только мы узнали, что у человека недееспособный, мы должны моментально или ограниченно, моментально должны прекратить сделку, не доводить ее до конца, потому что это большая ответственность. Мы каждую свою сделку страхуем. У нас есть государственное страхование каждой сделки. Виктор Казимович, я... И человек, который сделал, значит, вот в судебном порядке все возвращается в исходное положение. То есть если сделка проведена с нарушениями от установленных норм, в судебном порядке она возвращается. Я почему вас так поторапливала? Есть у нас телефонный звонок, очень хочется послушать. Телезрителя, здравствуйте, долго на линии был. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос. А вот я хотел спросить, смогу ли я зарегистрировать недвижимость, если у меня никаких документов нету? То есть договордарение, мена там... Да как я могу это зарегистрировать? То есть вообще-то на это здание никаких, практически нету документов. Оно нигде не регистрировалось, просто как нечаянное. Как вас зовут? Меня зовут Александр. Александр, где находится недвижимость коммерческая, жилая в каком месте? Оно в городе Гомель. Это дача, недвижимость? Нет, это здание у Гомеля. Я понял. Это жилой дом. Жилой дом, ваш жилой дом. Пожалуйста, запишите телефон. 26 34 00. 26 34 00. Приходите завтра, в любое удобное для вас время, при наличии хоть какого-то документа. Вдруг вы не знаете, как вы приобретали или что. Мы посмотрим в наших архивах и окажем вам помощь. Ну, вероятно, наш телезритель благодарит вас, Виктор Казимирович. Завершаем покупку квартиры оформлением необходимых документов в БТИ. Какова процедура, каковы сроки и велика ли государственная пошлина, интересуются граждане? Значит, если мы сделку с недвижимостью проводили через государственную службу недвижимости, то в этом случае, значит, продавец или покупатель, на них составляется с ними договор о купле или продаже. Да. И этим самым он себя освобождает от всех дальнейших лопат по сбору и проверке всех документов, которые существуют. Специалист, наш специалист нашей службы, проверяет документы, дополняет их, доводит до сведения продавца или покупателя заинтересованной стороны, предоставляет их в полном пакете, уже собранном регистратору недвижимости у нас же. Обозначается время расчетов, место проведения сделки уже обозначено, это вот наше здание, да. И от вопроса приема квартиры, допустим, там или дома, оплаты и регистрации прав нового владельца, это один день. По, значит, нормативным документам у нас срок государственной регистрации может быть установлен 5 рабочих дней, установлен. Значит, в ускоренном режиме порядки 2 дня рабочих, в срочном режиме, один рабочий день, значит, стоимость порядка 47 рублей стоит свидетельство о госрегистрации. Это ускоренное? Это обычное свидетельство, по обычному нормативу. А там чуть-чуть, да, уже, но это не настолько, это буквально там считанные доли базовой величины. Я поняла. Уважаемые телезрители, вы еще успеете дозвониться 34 22 43. Хочу обратиться к Екатерине, которая делала звонок нам на Вайбер. Пожалуйста, напишите ваш вопрос, тогда мы его зачитаем. Есть ряд вопросов, мы их обязательно возьмем. Уважаемые телезрители, тема сегодняшней программы. Предъявите ваши документы. И есть у нас телефонный звонок. Обращаюсь я к зрителям. Давайте слушать. Добрый вечер. Добрый. Пожалуйста, ваш вопрос. Меня зовут Елена. В собственности я имею трехкомнатную в Гомеле, приобретенную по договору купли-продажи в 2001 году. В настоящее время квартиру я хочу подарить дочери. Дважды обращалась в ГАГР ГРЗК к разным администраторам. И администраторы меня почему-то отправляют оформлять дарственную через нотариальную контору. Хотя в налоговую инспекцию советского района мне посоветовали напрямую обратиться в ГАГР ГРЗК. Правомерны ли вот эти направления меня в нотариальные конторы? Либо я могу правильно оформить эту дарственную на дочь в ГАГР ГРЗК, минуя промежуточную контору? Спасибо, Елена. Кстати, я понимаю, что Виктор Казимович, это ваш вопрос. И Анастасия нам в Вайбер подобный вопрос прислала. Хочу подарить квартиру дочери. Могу ли я оформить дарственную на квартиру в БТИ? Будет ли считаться действие законными? Пожалуйста. Значит, здесь, видимо, какие-то есть нюансы. Но Государственное агентство, Гомельское агентство по госрегистрации и земельному кадастру проводит удостоверение сделок. В том числе, если вы хотите подарить своей дочери, это договор дарения, который удостоверяется у нас регистратором. Может быть, они вас попросили, чтобы сроки сдвинуть, потому что если не хватает документов в недостаточное количество, их необходимо запрашивать, а это определено законом до одного месяца. Поэтому, если вам будет удобно, вы знаете, куда подойти. Подходите, будем разбираться. Спасибо большое. Меня устраивают месяц, 10 дней. Почему-то регистратор, и прям вплоть до того, что они, вот последний регистратор, мы были в первых числах августа, рекомендовала даже знакомого нотариуса с выдачей телефона согласоваться на эти вопросы. Я понял, Лена. Здесь какое-то недоразумение, скорее всего. Здесь нужно разбираться. И подходите, внимательно разберемся. Спасибо большое за ответ. И Лене тоже спасибо. Екатерина, вам вопрос. Каков порядок выдачи трудовой книжки при увольнении работника? При увольнении работника трудовая книжка ему должна быть выдана именно в день увольнения, то есть в последний рабочий день. Вся ответственность за выдачу трудовой книжки своевременно лежит на нанимателе. Если работник не работал, значит наниматель в день увольнения направляет заказное письмо с уведомлением о вручении о необходимости явиться и получить трудовую книжку. А может ли кто-то, кроме самого работника, забрать свою трудовую книжку? Ну, например, его родственники. Законодательством урегулирован лишь один такой случай. Это в случае прекращения трудовых отношений в связи со смертью работника, признанием его умершим, либо безвестно отсутствующим. В таком случае трудовая книжка выдается по письменному заявлению совершеннолетнего члена семьи, либо близкого родственника. Какие-либо другие иные случаи получения трудовой книжки, например, по доверенности, законодательством не урегулированы. Я снова обращаюсь к Вайберу. Мария прислала вопрос. Я принята на работу с незаконченным высшим образованием по трудовому договору. Через несколько месяцев состоялось распределение, и в организацию я представила направление на работу в связи с окончанием обучения. Должен ли наниматель произвести в моей трудовой книжке изменения? И какие? Во-первых, какие должен наниматель произвести изменения? Это дополнить сведения об образовании. Они именно дополняются, то есть через запятую указывается образование. Высшая специальность, экономист, бухгалтер. И заверительная надпись на основании диплома, запись исправления, дополнение на основании диплома. Если молодой специалист продолжает работать по своей специальности, согласно распределению, то никаких дополнительных записей о приеме на работу не требуется. Но следует оформить факт именно поступления на работу по распределению. То есть приступил для работы по распределению. Спасибо большое. Ольга, для вас, Блиц. Ну здесь всегда, как всегда, все развернуто. Я являюсь одинокой матерью, и в свидетельстве о рождении ребенка сведения об отце указаны по моему заявлению. Возможно ли теперь исключить сведения об отце ребенка, чтобы в свидетельстве о рождении в графе отец стоял прочерк? По закону, при регистрации рождения у матери, не состоящей в браке, сведения об отце вносятся по указанию матери. Прочерки у нас недопустимы. Спасибо. Далее вопрос. Каким образом будет записана фамилия ребенка при рождении, если у родителей разная фамилия? Если у родителей разные фамилии, при регистрации рождения ребенку может быть присвоена фамилия отца или матери по их согласию. Хорошо. Есть второй вопрос. При рождении ребенка родители не пришли к обоюдному решению о выборе фамилии новорожденного. Это все реальные вопросы. Это все вопросы из контакта. Как поступить в данной ситуации? Если родители не пришли к согласию, то по указанию органа опеки и попечительства вносится фамилия ребенку, присваивается. Спасибо. Хочу изменить отчество своему двухлетнему сыну с вымышленного на реальное. Одинокая мама. Но напишет в свидетельстве о рождении в графе отец прочерк. Если одинокая мама, тут один вариант. Это установить отцовство. Либо по совместному заявлению родителей в отделе ЗАГСа, либо же в суде по решению суда. Спасибо. Виктор Казимирович, вам. Как узнать, при покупке квартиры нет ли задолженности за коммунальные услуги у продавца? Дают ли такую информацию покупателю квартиры? Куда обращаться и каков порядок обращения? Вы говорили, что это вы проверяете. Агентство проверяет. Покупатель проверить задолженность у продавца не может. А нельзя обратиться в Домоуправление, спросить? Это то же самое, что конфиденциальная информация с одного на другое. Представь документы, если есть родственные связи, пожалуйста, в таких случаях. Еще раз, уже сегодня звучала информация, но для пущей убедительности. Ляжет ли на нового собеседника ответственность за неоформленные перепланировочные действия продавца квартиры? Ляжет. То есть, если человек, первый владелец квартиры, застеклил балкон или снес внутренний шкафчик... Перепланировку совершил. Так. Минимальную? Минимально допустимую. То еще здесь необходимо обратиться к специалистам и уточнить. Так может каждый сказать, что я там немножко, а на самом деле полметра от угла сделал арку. Это аварийное состояние, это недопустимо. Поэтому все для того, чтобы либо это узаконить, либо это восстановить первоначальное положение, уже тому, кто, как говорится, прошляпил покупать. Спасибо за ответ. И Екатерине, еще один вопрос. Одно время в России говорили, что скоро начнется масштабная операция под кодовым названием «Нет трудовым книжкам». Говорили даже, что к 2025 году о них и вовсе забудут. Что слышно на этот счет у нас в Беларуси? Ну, как я уже говорила о том, что с 1 января 2018 года в Россию внедряют электронную трудовую книжку. В настоящее время возник ряд вопросов, так как мы близкие соседи с Россией. Однако пока уполномоченные органы не видят необходимости в дублировании информации. То есть введение электронной трудовой книжки, оно повлечет мало того, что ряд затрат, как для бюджета, так и для нанимателей, так и невозможно изначально настолько доработать программу, чтобы абсолютно все, что было в бумажном документе, чтобы все, оно было перенесено и оперативно работало, обучить людей. То есть по итогу еще нам пока далеко. Большое спасибо. И еще один вопрос, Виктор Казимович, вам. Не знаю, ответите ли, но по крайней мере попытайтесь. Могу ли я продать, Слава пишет, могу ли я продать или обменять приватизированную квартиру, если дом признан непригодным для жилья? Есть акт гибели этого дома? Ну, это все, что Слава написал. Но если он непригодный для жилья, значит, это не жилое помещение. Значит, его нужно перевести в не жилое помещение, посмотреть, обследовать его технические характеристики, уже продавать не как дом, не жилое помещение, а как сарай или что-то еще. Это не дом. Ну, это, я так понимаю, что этот вопрос еще требует доработки, выяснения некоторых нюансов. Поэтому посоветуем Славе обратиться к Виктору Казимировичу или специалисту. 263400, номер телефона. Спасибо большое. Уважаемые участники программы Екатерина, Ольга, Виктор, я благодарю вас за интересную информацию, за компетентные ответы на вопросы. А также благодарю наших телезрителей за хорошую активность. Звоните 342243, пишите нам в Вайбер по всем темам. Стоит запомнить, исходя из вывода нашей программы, что документы нужно вовремя оформлять, проверять, беречь, а при необходимости своевременно менять, не боясь нововведений. Уважаемые телезрители, с вами была программа «Добрый вечер, Гомель». Всего вам самого наилучшего и до новой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok